ребята всем привет сегодня будет такой обзор на вот такой ром бакарди black ну что я могу сказать по этому рому пил я его один раз так случилось что всего лишь один раз я его пробовал на день рождением у брата было день рождения пили этот ром ну в принципе это было уже давненько так что вкус как таковой я можно сказать смутно припоминаю потому что это было я же говорю сколько то лет назад и вот решил вспомнить вспомнить как мы отмечали день рождения сейчас брат живет в другом городе кстати витя привет буду сейчас дегустировать вспоминать как мы отмечали твой день рождения и и вот так вот живем по разным городам сейчас и вот решил я вспомнить этот вкус и вот этот черный ром бакарди где мы пили возле реки его там день рождения отмечали короче будем пробовать что по этому рому производится он получается написано что производство италии вот я же за что вот хотел так кратко прочитать просто чтобы не делать широкое видео в 1852 году получается было землетрясение производился он на кубе сначала а потом дон факун до бакарки массу ситуации когда большинство склонил его голову ну из-за того что разрушено было все ему эти события добавили решимости дон приступил к освоению процесса которым усовершенствовал свой местный ром известный как а в аргенте огненная вода но получается дело в том ребята что тут еще написано так это я вкратце вот так в общем такое что интересное не говорю 150 лет получается это да этому рому и дело в том что написано все опять кроется в дрожжах дрожжи определенные дон факун до этот получается изобрел такие что действительно купаж получился интересный такой превосходный среди черных ромов можно сказать ну так я же говорю кратко кто интересуется может забить почитать просто я вот такие что именно как сказать что опять вот интересные факты что связано опять с дрожжами как многие виски на виски курнях производят за счет того что у них уникальные эти дрожжи передаются с поколения в поколение и получается вот такой дистиллят необычного купажа ну будем пробовать карта написано получается здесь такая летучая мышь всем известная марка вот это получается видно эмилио бакарди уже другой видной мыли сын кто производил этот ром а то кстати дозатора нету дозатора нету бумажечки типа наклеены куча бумажек сейчас будем пробовать вспоминать так сказать былые времена закусывать я буду бекон по-американски классная штука интересная такая с дымком офигенная штука слайцами тонкими нарезанные и кешью но я понимаю шуром и десертами в принципе закусывать можно вообще это как сказать что легкими какими-то закусками фруктами на закусать но опять не забываем шум черный такой грубенький можно сказать сделаем еще коктейль ром колу попробуем как он будет в ром коле но пока продегустируем на аромат какой аромат интересно вот я же говорю что значит дегустационный бокал тогда когда мы пили этот ром я же говорю пили с обычных фужеров а это получается тюльпанчик этот выдает ароматику повышенную вот как дегустационный повышенную сухофрукты кстати йодистость вот такая как таковой большой нету что то есть немножко от айплтона до такой аромат не не сильно спиртуозный хотя ром всегда такие не ядреные но особенно такой ценовой диапазон это недорогие какие-то недорогой ром такой прям более-менее как сказать что доступны начало среднего диапазона можно так сказать или где-то средний так как ромов в принципе у нас стране не сильно большой выбор как например того швиски или коньяков ну в смысле бренди да такие сладкие тона микстурность такая что еще интересно бочки он придумал вот этот дон факунду что написано обжигать с белого американского дуба и и вот за что я говорю интересно секрет изготовления из поколения в поколение доверенный только мастерам купажа бакарди не знаю белый белый бакарди я не пробовал ром тоже я думаю будет вполне неплох ну так как темный не представляется так как он сама больше пожалуй что выдержанный кстати за выдержку что-то я не увидел сколько он выдерживается тут нигде вроде бы не написано наверно 3 года где-то туда 3 наверно бакарди вы готовы на разлыта мартини н троси турин италия ну вот так вот мягкий мягкий такой ром не знаю может быть конечно и полтон будет поинтересней за счет своих каких-то играющих более тонов тут такой более он как проще мне же говорит это вся ну грубого такого жженого не слышно не знаю сейчас будем пробовать на вкус спирту узнать так жгуч более сладок мне кажется он раньше больше когда мы его пили был больше йодистости больше от этой ромовой такой как можно сказать вот этого дыма необычного такого ну чем и ром отличается своим своими вкусовыми да такая микстурность сладость слышно карамель типа жженая приятный приятный аромат такой не перегруженный сладость такая у меру не сильно не сладкий не сильно такой и журность я вообще не слышу как таковой и вот йодистости вот этой в принципе я же говорю повторюсь еще что мне кажется раньше не йодистость было больше чем-то напоминает даже вот это сладости и аромат рома plantation темного опять же карамель дуб жженый так не пережженный я же говорю легко сладости микстурность такая приятная микстурность ребята в принципе что за бакарди я узнаю так в общем за него слышал читал когда-то обзоры видел что многим он грубоват насколько я вспоминаю опять же жестковат получается не знаю в принципе я бы не сказал что он жестковат но вот только если вот эта спиртуозность например чуть-чуть улетучится да аромат интересный такой не перегруженный проступает еще такой как карамельные фрукты курага курага такой что-то инжир даже вяленый инжир такой интересный вкус я же говорю известный напиток в принципе многие его брали пили знают ну я вот как-то я же говорю второй раз его только дегустирую получается пробую именно именно вот на аромат да ребят изюмные такие чем-то даже может быть где-то вдалеке напоминает такую метаксу греческая бренди вот этими такими как нотки какие-то как винные даже проскакают ну опять же это все вот это делает дрожжи так и написано что дрожжи здесь определенный купаж и вот этот Дон Факундо он говорил что такой вкус такой вот именно такая вкусовая составляющая будет долго долгое время пользоваться спросом и нравится людям потребителю да вот он подышал спиртозность уходит такие фруктовые выходят ароматы сухофруктов таких цукатов даже нектарность какая-то не знаю я брал вот более бюджетный ром не помню как он называется обзор я снимал черный вот там реально ребята грубый такой он я даже подготовил вот думал думал тоже бакарди вот насколько мне казалось воспоминание что он такой ну мне кажется он раньше йода йодовой составляющей больше было в нем сейчас как мягче мне кажется он стал и вот тот ром что я брал на обзор вот это говорю что более дешевле не помню как он капитан или как-то называется что-то такое и короче тот ром он был такой грубый жесткий вот это и тёдистость это я вот даже подготовил мясо что-то у меня такие ассоциации думаю сейчас и по карди будет такой же жестковатый нет вы знаете он под орешки где-то вот под кешью закусить в принципе в принципе неплохо может быть и беконом но пока не буду перебивать вкус потому что бекон так под копченый промаринованный хорошо такой вкусный аромат не хочу просто перебить сейчас рома потому что хочу продегустировать больше да интересно что нету дозатора это очень тоже хорошо с одной стороны хотя этот ром коктейльный вариант считается тоже естественно да при первом наливе ребят при первом наливе если вот вы наливаете его и сразу выпиваете вот тут йоди слышно ромовое да вполне я же говорю вполне неплохо вполне неплохо за эту стоимость не так вот в комментариях многие там говорят что грубоват там еще все-таки ароматы какие-то кому-то что-то не понравилось попадались комментарии я смотрел за этот ром когда покупал думаю в общем составить общую картину что представлять как многие люди его оценивают попробовать самому так как я уже узнаете опытом у меня и ромы и виски сколько дегустирую сколько вы смотрите уже все-таки имеется и могу что-то сказать по поводу этих разных напитков где-то где-то вдалеке даже как бренди проскакует аромат такого испанского вот этого такого специй каких-то вот начал открываться дым такой легкий он расходится вообще вот всем миру нету резких каких-то неприятных ароматов вкуса сбалансированный напиток я говорю так даже что там его выпить да жгуч жгуч будет пока не подышал что значит я насытил кислородом пока вот разовариваю помешал его и спирты вот эти резкие вышли и более открывается уже композиция вот этого букета да йодистость идет улавливается и она такая все-таки она есть все-таки бакарди я уже запереживал думаю тогда когда мы с братом его пили такая вот четкая йодистость было слышно а сейчас думаю нету думаю неужели начали уже по-другому делать этот ром через сколько-то лет я говорю сколько лет прошло точно ну хода наверное 4 может больше вот там где-то приблизительно думаю вроде ж небольшой так срок и прошел но думаю уже изменился не ребята йодистость есть но мне кажется оно просто чуть мягче стало или опять же ж влияет скорее всего стекло дегустационный бокал типа агренкерна я же говорю тюльпан такой с выступом кто не видел кто обзоры мои если смотрят первый раз тут такой еще есть как промятость такая выпуклость что когда его ставишь вот видите сейчас четко стало видно оно как рассеют по краям стенок ароматику и передает именно вверх оно концентрация происходит им очень букет открывается ну с этого бокала напитки играют совсем по-другому ароматами вкусом почему вкусом говорю потому что ароматика усиленная вкусовую составляющую меняет более насыщает более за счет аромата вы получаете и вкус ну так вот настроен наш организм так вот рецепторы что вы ощущаете больше не только ароматику но и вкус за счет концентрации сжатого вот этого верхнего участка бокала неплохо неплохо да что то есть ну само собой это все темные ромы у них между собой всегда что-то их объединяет и от плантейшена я же говорю вот это сладость это но все таки плантейшен более мне кажется конечно интереснее но он и дороже стоит само собой такой я же говорю плантейшен он выдерживается там бочка в коньячных у него политика более идет в такие играющие оттенки аромата более такие коньячные уходит а тут такие более я же говорю бренди вот это такое как метакса хересным таким сладким нотам можно сказать вкус и аромат вот аромат реально даже чернослив где-то вот просматривается да черносливом я вот оттенки эти слышу это делает так копченая получается ну дымная бочка и тростник что вот интересно ребят как таковой от тростника вот чтоб выраженный какой-то именно вот этот кокосовый что он выдает аромат тростник вот это сладостью да сладость такой жженый сахар можно сказать так легкожженный как карамелька я же говорю тростниковый сахар вот слышно на плане ну отлично давайте еще налью все-таки я же говорю как сказать комментарии почитал многие и вот некоторым типа он грубоват и все такое пишут думаю неужели вот я так уже вкус подзабыл я помню что он такой йодистый такой забористый был вот насколько так воспоминания ну опять просто что значит стекло дегустационное на природе что значит все ароматы они не так уже звучали не такая ароматика была на природе а сейчас я в комнате ароматы концентрируются и отыграли так букетом да есть что то это апплтона есть все таки вот это их я же говорю ну ромы все объединяет то понятно что вкусовая политика тростник это само собой вот даже я же говорю вот это такое чувство как они переиграются вот я вспоминаю вкусы апплтон плантейшн и вот я же говорю бакарди вот более дешевле что я брал вот это капитан или я же говорю не помню как он называется конечно ребята это другая тема там уже совсем и близко таких нот нету вот этой сладости пряности ароматики такой там он грубый такой жженый ну чтобы вы понимали вот где-то более-менее нормальный ром выходит с этого ценового диапазона начиная наверное бакарди потом идет эйплтон плантейшн где-то они приблизительно на уровне наверно стоят ну когда по-разному какие скидки может стоить один дороже другой дешевле ну так они меняются неплохо ну давайте ребята все-таки мы закусим сейчас вот проверим все-таки мясным и попробуем как оно будет на ароматику еще вот это копченое сыграет вот я же говорю вот сейчас четко так прослеживаются вкусовая бренди я же говорю таких именно сладковатого чуть-чуть типа лимитаксы или вот испанского какого-то ну сейчас вот так что там выпьем и беконом закусим вполне вполне неплохо подходит опять же повторюсь еще бекон очень классный отлично так что под мясное в принципе вполне вполне возможно это черный ром пить ну будем делать ребят сейчас будем делать классическую можно сказать так ром колу но опять же классическую разбавлять мы не будем 50 на 150 как здесь по шкале в хайбале в моем есть шкала мы разбавим где-то один к одному приблизительно что более ароматика 50 на 150 в основном это девушкам хорошо он такой мягкий получается этот коктейль ну или в жару когда вы просто хотите попить и охладиться это но опять же я не подготавливал лед не подготавливал слайс лайма надо будет я же говорю слаймом со льдом сделать и тогда вообще оттенки будут заиграют кстати мяты еще пару листиков можно помять и кинуть вот это вот я же говорю черный ром кока-кола слайс лайма и пару листиков мяты и вообще бомба получается да ребят вполне вполне неплохо вполне неплохо кто не пробовал опять же кто пробовал те сами знают ну опять кому нравится кому не нравится видите как в комментариях я ожидал за счет комментариев даже что будет намного хуже чем есть на самом деле а на самом деле вполне неплохо оказалось ну так где то разведем давайте и попробуем ну что я скажу концентрация ароматики не сильно как сказать такая чтоб выпиралась он так соединился с колой с кока-колой и как можно сказать это мы сделали я же говорю даже не один к 150 чтоб вы имели ввиду и так как легко растворился вот нету таких резких спиртуозных вот этих оттенков ароматики нету каких-то противных дымных такая мягкая ром кола стала я же говорю девушкам вполне будет нравиться именно вот этого рома темного и ром кола будет просто класс да очень хорошо что он объединился с кулой очень мягко но опять же каких-то вот этих ромовых я разводил другие ромы более такие женность выпирать йодистость здесь такого не слышно все мягко гладко сладенько ароматно так так что ребята был такой обзор вполне неплохой ром вполне за эту стоимость тем более по скидке когда кстати литровая ж бутылка не забыл сказать объем литр для коктейлей ну вы сами понимаете это сколько разводить очень выгодно очень я же говорю даже вкусно оказалось вот такой был обзор ребят имейте ввиду за этот ром такой всем счастливо вот